Всем здравствуйте! Меня просите снимать видео про Турцию, отдалённые, чтобы напоминали нашу прошлую беззаботную жизнь, переключаться как-то, да, с тревожных тем. Я продолжаю. Сегодня у нас видео будет немножко о турках, побеседуем, так что чай-кофёк наливайте, отдыхайте, просто расскажу свои какие-то наблюдения. По поводу, скажем так, менталитета. Смотрите, очень часто я вижу в комментариях, девчонки говорят о том, что ой, мой муж турок, я живу, например, в Турции, не ест нашу еду, иностранную еду, не ест суши, не пробует что-то новое, очень с этим тяжело. Или девчонки, у которых замуж в других странах за турками, которые там, может, по работе где-то, по жизни там живут, в общем, не в своей даже стране, они остаются турками, они хотят есть свою еду, свои блюда, вот я всё равно учу турецкую кухню и здесь у себя на родине готовлю за своего мужа турка то, что ему нравится. Ему очень тяжело, они привыкают к питанию, такие они, знаете, закоренелые, непеременчивые, трудно им переменам быть. Совершенно верно. Но это не все. У меня муж тоже такой где-то закоренелый, так назовём, турок настоящий, но он у меня со мной, господи, может быть, 10 лет вместе, он у меня ест суши. Он так и не ест, он называет сырая рыба. Это рыба, которая, например, посоленная, да, она была как-то сырой, но она посоленная. Он верит, что она до сих пор сырая, но в суши он её ест, а просто так куском он не будет это дольками там нарезать и есть. Для него это так. Например, он очень любит итальянскую пасту, он любит лазанью, то есть макароны, мясо, то есть европейское, салаты, да, замилуют душу. Я имею в виду не традиционно турецкая еда, а у нас более европейское меню, и мне это нравится. Это тоже мои вкусы. У меня нет проблем, например, есть, что меня заставляет или приходится мне здесь в Турции есть только турецкую пищу. То есть я бы могла сказать, что муж у меня довольно-таки лояльный, демократичный в этом плане, у него проблем с этим нет. Ну и со свою еду, за свою национальную, конечно, он только за. Я вам хочу отметить сферы, где это происходит не только с питанием. Очень у многих турок нет загранпаспортов до сих пор, в 21 веке. Почему? Не потому, что они не хотят развиваться, куда-то ездить, там, безграмотные и так далее, ничем не интересуются. На самом деле им хватает отдыха у себя в стране. Я говорю сейчас про средний класс, у кого есть достаток какой-то. Отдых в Турции для самих турок, повторюсь, как всегда, дорогой, дороже, чем вы платите за свои туры. Это скидки огромные, туристические компании делают для туристов, и, по сути, вы летите бесплатно, по факту платить только за отель. А здесь турку самому надо добраться до своего отеля, еще и отели платить, и, там, бензин, или машину, или самолет, и так далее. Турки очень любят отдыхать внутри своей страны. Если ты скажешь турку, смотри, они любят попутешествовать, любят посмотреть что-то, кто хочет, да. Ну, их отпуск, это, выучив внимание, если, ну, вот мы недавно рассмотрели поездку, например, лететь в Дубай, и все туры для турок, 3-5 дней, уикенд, пятница, суббота, воскресенье, летишь домой. То есть они, в принципе, трудоголики, работяжки, и отдохнуть на 3-4 дня, это здесь нормально для них. Неделя отпуска, даже летом для турка, это нормальный стандарт, 2 недели, это too much. Если мы уезжаем на 2 недели в отпуск, из них все равно мой муж по удаленке на компьютере работает, он не может оставить свою работу все равно. Он не переключает, или он на телефоне всегда, даже если он будет за границей. Он может уехать в командировку на неделю, по работе, да, отдыхать, просто лежать на пляже, ну, 2 дня максимум, потом все, он уже не может. И это не только про моего мужа, у очень многих моих подруг такая же история. То есть отдых у турок это несколько дней, но мы хотим домой, нам надо работать. Они такие трудяшки-работяшки очень многие. Туры за границу здесь, чтобы ехать на месяц, типа за границу пожить на неделю, это очень, это вообще не все, это единицы, это больше исключение. Они любят идти в своей колее, не менять привычки питания, отдых в том числе. Они любят по старинке, по колее, по своему, по родному, так потому что меньше тревожности. Турки очень тревожные, эмоциональные, помните, я рассказывала, подавляющие, они подавляют эмоции, от этого, как мы называем на нашу манеру, двуличность происходит, но у них учат их культуре подавлять, не показывать и так далее, повышается эта эмоция, некуда деть свои эмоции, от них избавиться, тревожность высокая, высокого уровня, поэтому они ищут везде во всем, проще идти по колее, чем вылазить за какие-то рамки. И в простом, в бытовом, вы можете видеть, что турки очень часто любят ходить в одни и те же рестораны. И в ресторанах или в каких-то заведениях, в принципе, там, господи, салоны красоты, там, парикмахерские и так далее, у них есть свой парикмахер, которым они ходят, их знают, узнают, или они, если частной медициной пользуются, ходят в один и тот же госпиталь, к одному-то мужу врачу, хотя он ходит в платную медицину, есть выбор других специалистов, но он будет ходить. Так привычно, так спокойнее, так обыденно, так, как всегда. Вот они вот такие закоренелые. Или вот про рестораны. Ну, все устраивает, все нормально, и очень часто, даже если перестанет совсем уже качество еды устраивать, только тогда они сменят ресторан. Но они будут ходить по вот этим дружеским отношениям, когда тебя знает каждый официант, или когда директор, турки очень корентоориентированные, директор ресторан очень часто выходит здороваться с постоянными клиентами, спрашивает, ну, это нормально, хороший сервис, как бы, если что, как ваши дела, все ли вам сегодня нравится. И директор сам может, короче, у нас есть знакомый ресторан, у него, у нас мужа есть друг, у него ресторан, и он сам с официантами в воскресенье, когда-то все на завтраки приходят, разносит так же тарелки со стола, убирает, что это его бизнес, он за это, как бы, дорожит этим. И вот такой сервис, когда он, люди, он там подходит, каждому спрашивает, что ли вам нравится, клиент-ориентированность есть. Но, кстати, хочу отметить, что с экономической ситуацией, с короной всей этой истории, как хуже стали материально жить, то стараются на многом экономить, проблема вообще, то, что счета за электричество, за газ, клиент-ориентированность стала похуже, стали позлее, где-то пытаются обмануть, обмануть туристы и так далее, этого стало больше. Ну, и, конечно же, не только туристы, кстати, внутренние, своего жителя, я даже это скажу, ну, потому что люди пытаются выживать, за каждую копеечку сейчас трясутся, где-то больше раздраженности и так далее, но все равно где-то сервис этот остается, в общем, что-то еще так же, как раньше, но что-то меняется. Так вот, турки вот такие, они системные, я бы даже это сказала, так, потому что проще, спокойнее, меньше тревожности. Мне очень смешно, знаете, забавно, когда говорят, турки мусульмане, они не пьют алкоголь, блин, чуваки, я всегда говорю, 50% верующих в стране, которые там постятся, молятся, соблюдают, 50% нет. И даже эти 50% тоже очень много, большая масса людей. И так как люди, турки, очень подавляющие, они здесь выпивают алкоголь. И порой тут такие пьянки-гулянки бывают, похлеще, я у себя дома на родине такого не видела, реально. Рестораны, я вам рассказывала уже, это существует для алкоголя, да, там ужин-ресторан, рыбные рестораны, мясные, там всегда закусочек, большой напор, рак и какие-нибудь. Что турки пьют? Турки любят пить пиво, на удивление, да, в очень многих ресторанах есть с лицензией, кто алкоголь, это пиво. Даже в выходной, в воскресный день, в обед или на ужин, даже не на ужин, в обед, все там гуляют, где-то в ресторанах, находятся там более очень часто, потому что увидеть на столе пиво. Я буквально на днях была кофе пила в ресторане, там собирались женщины, лет 50, 55-60, женщины накрашенные такие, ну, при, как сказать, статусе определенном здесь, в моем районе, у нас таких тут много. У них была вот эта встреча девчонок, вечеринка, так назовем, они очень любят турецкие завтраки, раз в неделю подружки встречаются. Вот эта встреча подруг была, но в кафе, и они все пили пиво сидели, турчанки, никакие не иностранки, то есть это, ну, в Стамбуле здесь-то такое есть, то есть, ну, это место, где вы живете, но все равно, короче говоря, есть, есть такое. И в алкоголе, кстати, да, они пьют рак и свои любят, ну, кто да, кто нет, пиво, кто-то водку, виски и вино. Вот обычный стандартный набор, ну, какие-то там праздники, когда употребляют алкоголь. Я могу отметить, что это тоже закоренелый набор. Если человек пьет тут рак, он будет заказывать рак и пиво, например. То есть, того, чтобы всяких коктейлей намешать, того-сего попробовать, здесь тоже этого очень мало, хотя коктейли там в ресторанах, где-то в барах они есть. То есть, вот это смешивание, миксование, перевешка новая, Туркина, это тяжело, конечно же, идут. Есть те, которые идут, но это обусловлено определенными стрессами в жизни, это некий инстинкт сохранения своей психики для того, чтобы стрессов было поменьше. Это закалка, это тоже патриотизм, любовь в своей стране к родине, они повторяют свои традиции, любовь к своим традициям, к истории своей, ну, и просто меньше стресса. Вот отгадка на этот ключевой вопрос, почему Турки плохо меняются, очень простая. Они сохраняют себя, свою психику от лишних перемен, тревожностей, изменений и привыкания к чему-то новому. Но, знаете, это постоянство некое, оно тоже очень хорошо. Ты точно знаешь, как накормить всегда любого Турка, гостя, например. Ты знаешь, что сварить своему мужу всегда, в плане у него стандартный набор будет потребностей в питании, в том же. И что ты из этого списка не приготовишь, ему все всегда понравится. Или ты позвал гостей Турок, ты знаешь прекрасно, что есть куча такой набора блюд, которыми ты никогда не прогадаешь. Стандартные закуски, которым все будут рады. Или там стандартный алкоголь, купишь там Кока-Колу, кто-то это пьет пиво, рак и будет на столе, если это ужин какой-то, да, званый или праздник. Всегда ты угадаешь, ты не промахнешься, не надо всем угадывать. Все будут только рады этому набору. У этого есть определенные плюсы. Что вы думаете по этому поводу? Если у вас есть примеры, расскажите, как ваши Турки адаптируются или не хотят адаптироваться к чему-то новому, очень интересно будет почитать. Ставьте лайки, пишите обязательно комментарии, продвигайте видео у меня на канале и вообще в соцсетях, так как монетизацию они никакой не приносят, чтобы я понимала, что вам эти видео мои нужны. Если вам нужна моя консультация как психолога, в инфобоксе под видео всегда есть моя почта, пишите на почту с темой письма «Консультация». Если вы хотите прислать свою историю для разбора на канале, пишите «История анонима». Спасибо вам за внимание, до скорых новых встреч. Всем пока!